Белорусский режим Режим планирует конфисковать имущество у белорусов, уехавших за границу. Такой вопрос накануне обсудили в так называемом Верховном суде. Там отметили, что забирать квартиры будут у тех, кто причинял ущерб государству. В таком случае на имущество человека будет наложен арест, и оно будет изъято. Это уже далеко не первый случай, когда режим пытается максимально усложнить жизнь тем белорусов, которые уехали от преследований. Еще в прошлом году появились заочные суды, на которых сторонники Лукашенко выписывают виртуальные приговоры своим оппонентам. Кроме того, долго ходили слухи о лишении гражданства людей, признанных экстремистами. Однако дальше разговоров дело в этом направлении пока не сдвинулось. Литовский визовый центр в Беларуси полностью останавливает прием документов на национальные визы. Несколькими неделями ранее ведомство прекратило выдавать белорусам рабочие визы. Это связано с тем, что в Литве с 1 июня вступают в силу закон о правовом статусе иностранцев. После этой даты иностранцы, которые не находятся в стране, смогут обращаться за визами только через аккредитованных МИД-посредников, например, в Грузии или Армении. Если человек находится в Литве, то заявку можно подать через сайт миграционной службы, где размещена подробная информация о процедуре. Помимо этого, стоит отметить и другие важные изменения в литовском законодательстве. Так, иностранцы, которые не могут получить национальные визы, должны будут подать заявку на получение временного вида на жительство, чтобы легально находиться в стране. Получить ВНЖ можно не только в Литве, но и через компанию-посредника, офисы которой находятся в 34 странах. Для этого, чтобы получить документ в самой Литве, необходимо иметь визу любого государства Евросоюза. Российские чиновники не рассматривают вопрос о создании Высшего военного совета РФ и Беларуси, а также не намерены давать Лукашенко звание полковника. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя углубление военной интеграции двух государств. По словам политика, коллизия с взаимным присвоением белорусскому диктатору звания полковника о главе Кремля генеральских погон является ироничной. Отметим, что в феврале прошлого года Лукашенко пожаловался пропагандисту Соловьеву на то, что Путин не сдержал обещания дать ему лычки полковника. Нелегитимный отметил, что Парангу является всего лишь подполковником и сам себе звание генералиссимуса дать не может. В ответ кремлевский лидер заявил, что Лукашенко не нуждается в том, чтобы глава другого государства наделял его военными званиями. Беларусь и Россия хотят синхронизировать подходы в преподавании истории. Об этом договорились Советы Республики и Российский Совет Федерации на 10-м форуме регионов. Согласно принятой там декларации, страны планируют разработать общий исторический стандарт, который будет содержать концептуальные оценки исторических событий и личностей. Или, если говорить проще, историю перепишут в угоду нынешним режимам. Кроме того, законодатель рекомендует органам власти регионов двух стран продолжить работу по формированию общих стандартов и подходов в оценке совместной истории России и Беларуси. Среди представленных в документе рекомендаций создание совместных фильмов об истории двух стран, а также учреждение медийного холдинга Союзного государства. Отметим, что в России уже разработали новый учебник по истории с разделами о войне в Украине, которую в России называют специальной военной операцией. В украинском Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь полка имени Костуся Калиновского. Такое решение приняли местные депутаты. По словам чиновников, белорусские добровольцы воюют на стороне Украины с самого начала войны. И одними из первых встретили врага в Верпене. В настоящее время подразделение полка находится на Бахмутском направлении и ежедневно теряет побратимов. На официальной церемонии переименования улицы мэр Житомира Сергей Сухомлин вручил флаг города белорусским бойцам. Он отметил, что когда Украина будет освобождена от оккупантов, а Беларусь от диктатуры, этот флаг будет висеть в городе, который станет побратимом Житомира. У наших стран общий враг, подчеркнул мэр. На Беларуси обрушился сильный ветер, который валил деревья и опрокидывал их на машины. Всего было зафиксировано 18 случаев. Из них 7 в Брестской области, 2 в Гродненской и 9 в Минске. Поваленными деревьями были повреждены 9 автомобилей, но обошлось без пострадавших. Кроме того, в течение суток периодически были перебои с электричеством в 144 населенных пунктах. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. И в настоящее время проблемы с питанием устранены. Синоптики предупреждают, что грозы могут пройти сегодня по всей стране до 21 часа вечера. Местами будут шквалистый ветер порывами до 20 метров в секунду. Такая обстановка сохранится и в первую половину ночи на пятницу. И это все на сегодня. Для тех, кто пропустил, напомню, по пятницам на нашем канале проходит еженедельный стрим, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. Ссылку можно найти в описании. Ну а вечером предлагаем вашему вниманию выпуск международных новостей. А в воскресенье – итоги новостей из регионов. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Любая ваша активность помогает нашим роликам набирать большее число зрителей. До встречи завтра и Жыве Беларусь!